Для меня это была цель. Я проработала два месяца. Мне посчастливилось поработать два месяца. Игра политиков затрагивает простых перевозчиков. Они разводят руками, что мы можем сделать. Вся Европа стонет от этих бегов. Кто попал туда? Вот такие, которые бегают за деньги. Мне кажется, они даже сами не удовлетворены той работой, которая проводится. И они, может быть, даже не ожидали. Потому что тяжелее жизнь стала не только в Белоруссии и России. Они сами себя заводят в ногу. И потом, скорее всего, приползут и попросят. Дайте нам. Сейчас я покажу, где был наш кабинет. Здесь у нас раскроенный цех был. Там у нас принимался крой. Девочки-комплектовщики были. Так, а где-то мы сидели. Так, да, вот здесь вот я сидела. Вот здесь вот окно, вот тут вот стол стоял. Напротив бухгалтер был, женщина. И директор вот в том уголке был. На первом этаже этого здания находилось частное швейное производство. Татьяна до мелочей помнит свой рабочий кабинет, кто за каким столом сидел, как мелодично по соседству стучали швейные машинки и как специально оставляла открытой дверь, чтобы слушать. Помнит, как спасались от солнца и сколько от понимания необратимого, обидных, если бы, да кабы. До записи сказали, что даже жалюзи купили. Да, жалюзи купили. Потому что девочкам было сложно шить, когда солнце светело. Мы там пытались картонки навешивать. Но директор сказал, что заказал жалюзи. И тут вот они не пригодились. Напомните, когда первый раз зашли на это предприятие, какие тогда были планы, не знаю, мечты? Ой, я вам скажу, какие планы. Когда первый раз сюда пришла, я мечтала работать. Просто мечтала работать. Во-первых, я искала работу близко к дому. То есть, ну, буквально 15 минут сюда. Поэтому для меня это была цель. Ну и, конечно же, такая должность. Ну, вот я проработала два месяца. Мне посчастливилось поработать два месяца только. Только два месяца в ее трудовой отдано этому месту. Это было движение вверх. От мастера к начальнику производства. Хорошая зарплата, в подчинении 20 человек. Женский коллектив, оставшийся без работы. И ведь в какой день? 8 марта – это вот праздник. Ну, получается, это пятница, предпраздничный день. Всех поздравили. Но директор пока это все не оглашал всем, потому что он все-таки праздничный день. Но мне он сказал. Настроение, конечно, так было. Такая встряска была, что не передать словами. Швейные машинки, столы, даже светильники – все распродано. Людям надо было выплатить зарплаты. Предприятие закрыто. Больше месяца Татьяна искала работу, а ведь были люди на пенсии, многодетные мамы и даже одна швея до декрета, которой оставалось каких-то три месяца. Но их будущее изменили санкции. Это еще одно частное швейное предприятие «Могилева». В апреле здесь была совершенно другая картина. Тишина и не человека. Швеям пришлось уйти в незапланированный отпуск. Если мы развивались с долгомом, за год мы очень много приобрели, то сейчас мы работаем на российском рынке и мы стоим на месте. Вот эти машинки все были куплены за свои деньги. В данный момент нам пришлось взять кредит. Чтобы остаться на плаву, нам пришлось взять кредит. В тот месяц простоя работа кипела только в кабинете директора, который за кадром рассказал, телефонную трубку не пускал. Многие швейники в один момент оказались в схожей ситуации. И все ринулись на поиски новых заказчиков. Тяжеловато было, пока перестроились. Ну, ничего. А были те, кто из отпуска решил не выходить условно и нашел другое место работы? Были. Были. Разные были. Мы к этому были морально готовы. И мы когда узнали про санкции, про то, что мы уже все, мы собрали собрание, провели честно и сказали, что да, вот такая ситуация. Кто-то будет вот это работать, или кто-то нашел другое место. Пожалуйста, мы как бы все понимаем. Может, кто-то более выгодно оплачивает работу. Потому что сравнить с тем, что мы получали, девочки, и сейчас, это разница большая. И сколько человек ушло? Восемь. Девять человек. А всего сколько у вас в подчинении? Сколько швей? Ну, сейчас, если честно, нас больше в подчинении. Тогда было у нас сорок, сейчас побольше. Более того, сейчас бросили объявление о наборе еще двухсот швей. Планируют расширяться, заказ есть. Из России, да, стоимости ниже, но готовы брать объемами. До этого специализировались на мебельных чехлах. Теперь шьют спецодежду. Где в ваших куртках будут ходить люди? Это Москва, Санкт-Петербург или где-то подальше? Москва, Московская область и в сторону Сибири. Это все Москва. Москва, туда, вот туда. Потому что это крупный заказчик у нас. Поэтому его направление 36 направлений. Хорошо, ну а если вдруг возвращается на рынок предыдущий заказчик, который специализировался вот на мебели, перейдете? Посмотрим. Может, мы два заказчика оставим? Ну, как бы, тоже этот заказчик нас поддержал в трудную минуту, не бросил, дал заказ. Поэтому посмотрим. Пускай вернется. Мы не против рассмотреть все предложения, которые нам будут поступать. Делком 40. Предприятие в Гомеле с польским капиталом. О нем вскользь мы уже рассказывали в проекте. Во второй серии «Санкции для народа» своей историей делился Илья Здоровченко. Ему пришлось уйти. И выбор пал на госпредприятие. Причем на Гомсельмаш его взяли сразу мастером. Делком 40. Именно это предприятие было заказчиком. И у «Алюрбренд», где работала Татьяна из «Первой истории» и «Швейный дом». Объемы были большие. Прямо можно сказать, даже огромные. Выработка была всегда. Люди работали, люди хотели зарабатывать деньги. Платили вовремя, платили достойно, я считаю. Мы сегодня были на этом предприятии и, к сожалению, внутрь не попали. К сожалению, сейчас там такой запланированный, незапланированный отпуск. И санкции сказались, я так понимаю, на это все. Так получилось, что в ту программу интервью с директором не вышло. Санкции для народа проект долгоиграющий. И, как показало время, без этих историй картина на белорусско-польском предприятии не была бы полной. Может быть, хоть какой-нибудь, хоть маленький цех, но хоть что-нибудь нам покажете внутри? Нет. Почему? Ну, потому что, опять же, на сегодняшний день предприятие отпускная компания. Предприятие отпуска, люди отдыхают в августе месяце, готовят своих детей к школе. Поэтому здесь ниже объективного смысла. То есть продаете пока то, что на складе условно? Да, на сегодняшний день отгрузки идут, отгрузки идут 7 дней в неделю. Капитал польский у предприятия. Как поляки решили корни-то тут пустить? Почему именно Беларусь? Когда изначально целью создания нашего предприятия была работа на один из известных всемирно-торговых брендов, с ними велся разговор о том, чтобы создать конкретно вот, либо здесь, в Беларуси, либо в России предприятие, которое в основном было бы ориентировано на российского потребителя. Плюсы были очевидны. Наличие здесь, во-первых, производственной площадки, которая была приобретена, рабочей силой квалифицированной. Третье, основной ресурс, из которого мебель изготавливается, это древесина. Еще белорусская? Древесина белорусская. Ткань зависела, скажем так, по некоторым кооперационным поставкам фурнитуры, комплектующих тоже прорабатывались варианты перехода на белорусские аналоги, на белорусских производителей. За эти годы перешли или? Частично да. Ну, почему? Потому что, опять же, здесь мы могли обеспечить гибкость поставок, определенную конкурентоспособность, отсутствие таможенных платежей. И поляки это ценили и ценят, в общем-то? Ну, да. Эти же площади, эти же здания, компоненты мягкой мебели по кооперационным поставкам, плюс готовые изделия для известной в мире торговой марки. В Гомеле начали производить в 2017-м. Я, как отчасти руководитель предприятия, живу и работаю с надеждой, что они будут отменены, и мы как можно быстрее начнем нормально работать. А кем они инициируются? Ну, это не у меня, надо спрашивать. Ну, вы же в повестке, вы же все. Вы тоже. А прибыли, насколько меньше стало за последние месяцы? Ну, вы же понимаете, что это коммерческая тайна, я не буду разглашать эту информацию. То есть, пока прибыли как таковой, о ней речь не идет? Еще раз говорю, прибыль на сегодняшний день не является главной целью деятельности предприятия. Вы уходите от вопросов, от ответов. Ну, я вам не скажу, сколько мы прибыли заработали, это же коммерческая тайна. Тяжелые времена у предприятия? Непростые. Непростые. Это вам польский владелец говорит так отвечать? Это я вам говорю. Это я вам говорю. А польский бизнесмен, он не может никак с высоких трибун у себя в стране сказать, как прекрасно ему работается в Беларуси, и что может быть лишние эти меры? Ну, вы же разговариваете между собой-то в любом случае на связи. По этим темам нет. Мы здесь занимаемся бизнесом. На самом деле, еще раз повторяю, мы... То есть он терпит потери, нет той прибыли, которая была условно, и не высказывает свое мнение, свою позицию на сей счет? Не знаю. Дипломат вы, однако. Стараюсь. А вот мнение тех, кому не нужно быть дипломатами. Ведь когда их могли оставить без работы, европейцы не применяли абсолютно никаких норм. Ну, санкции, они шиты белыми нитками? Или вот эта строчка, она не видна? Какая главная? Серые. Я бы сказала, больше серые. Черное, белое, фиолетовое. Ему фиолетовый народ. И их фиолетовая строчка дает лишь... Проблемы. Все. Это только проблема. Что они нам дают? Ну, вот что в данном моменте для нашего предприятия они дали проблемы. Если бы мы не сработали вовремя, предприятие нужно было закрыть. У нас бы 40 человек осталось на улице. Это вот минимум. 40 человек на улице остались безработными. Вот и все. У нас и так большие предприятия, которые останавливаются из-за этих санкций. Мы на фоне всего этого мелкие, конечно. Для нас это тоже было жалко. Мы, допустим, очень переживали за каждого нашего человека, которому мы взяли обязательства. А что вы сказали тем людям, которые вводят санкции и, по сути, могли оставить вас без работы? Большой привет. Немножко, я не знаю. А думаться, простой народ, вы сами понимаете, что мы за все хорошее, за светлое будущее. У нас дети, внуки есть. Ну, зачем нам вот эти проблемы, которые сейчас есть? Мы понимаем, мы хотим проснуться и знать, что у нас есть, за что мы пришли на работу, мы заработали, мы заплатили. Никто ни в чем не нуждается. Нет этого мародерства, всего такого. Зачем на это вот? Но беглые же продолжают инициировать. И говорят, что белорусы готовы терпеть любые санкции, готовы терпеть эти маленькие зарплаты. Беглые, которые... Беглые. 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 Они во всем мире. Вся Европа стонет этих беглых. Но ни один здравомышлящий беглый, как они говорят, беженец, туда не попал. Кто попал туда? Вот такие, которые бегают за деньги. Вот и все. Я считаю, что да. Я в свое время сталкивалась с беженцами, которые сюда приезжали по первости, когда был Донецк. И есть с чем сравнивать. Кто реально там побыл и здесь потом жил, он ничего плохого ни про нас, ни про кого говорит. А кто отрицательный говорит. Вот и все. Те направления по развитию дальнейшей нашей стратегии по выходу на российский рынок, они основаны прежде всего на не создании собственной сбытовой сети, а взаимодействии с уже существующими сбытовыми сетями, маркетплейсами и так далее. На сегодняшний день по поручению Министерства экономики был разработан план обеспечения стабильности действий предприятия при помощи, при содействии администрации свободной экономической зоны. По этому плану, прежде всего, что было сделано, были разработаны собственные виды продукции. Это диваны, это матрацы, это подушки, это кресла, это кровати. По большей части продукции, порядка 80% уже проведены тесты на примет соответствия техническим регламентам Таможенного союза, то есть они допущены к обращению на территории Таможенного союза. На основании этого начали переговоры с потенциальными клиентами, опять же, как я сказал, это сбытовые сети, маркетплейсы, торговые сети. По некоторым контракты уже подписаны, отгрузки начались, это, например, Казахстан, часть России. По некоторым переговорам ведутся. Выход на стабильную работу для 100% коллектива предприятия планируется к четвертому кварталу этого года. Санкции для народа. Это уже пятая серия. Героем программы может стать абсолютно любой. Если вы или ваши близкие столкнулись с ограничениями и готовы рассказать свою историю, обращайтесь по телефону, который сейчас на вашем экране или по адресу электронной почты. Вы многодетная мама. И, по сути, вся ваша семья столкнулась с этими санкциями в той или иной степени. Все члены семьи. Ну, младшая, наверное, потому что зависит от вашего дохода. Ну, а те, кто уже совершеннолетняя? Совершеннолетний. Ну, сын. Он же пытался, пробовал стать предпринимателем, работать в этом бизнесе. Причем работать в моей сфере, но у него не получилось. Ну, уж мой тоже работал на предпринимателя в связи с введением санкций и плюс еще коронавирус. Это еще раньше. Он потерял работу. Ему пришлось устроиться на государственную организацию. Он еще смеялся. У нас кто-то должен быть в семье только один предприниматель. Потому что если будет еще одна проблема по типу коронавируса или какие-то санкции, государство выживет, а ИП нет. А почему государство выживет? А государство все-таки людей и свой народ, оно хоть в малой степени, но оно будет поддерживать. Оно не даст голодать детям, голодать людям, чтобы отец остался без работы, не смог содержать семью. То есть этого не повторится. И вот мой муж ушел на государственную работу, он доволен. У него есть социальный пакет, у него есть отпуск, у него есть больничная. Наталья начинала швеей на предприятии Могилева. В 2010-м открыла ИП. Занимается оформлением окна, замер, эскиз, подбор текстиля, работа под ключ. В апреле ключ от места работы пришлось отдать. С учетом того, как вы говорите о своей работе, о том, что доставляет удовольствие, и что, собственно, не закрываете ИП, даже несмотря на то, что табличка и работает там уже другой индивидуальный предприниматель. Вот как внутренние состояния сейчас? Знаете, я предприниматель, кто такой предприниматель? Это предприимчивый человек, это человек целеустремленный, он знает, на что он идет, он знает, куда он вкладывает деньги, он знает, с кем он будет работать. И сломить такого человека очень трудно. Я очень люблю работать с людьми. Я изучала психологию, я изучаю маркетинговые ходы, подходы к человеку. Поэтому у меня к людям больше такой эмоциональный подход. Ну а сейчас как ваше внутреннее состояние? Ну, с учетом того, что теряете, то куда вкладывали? Я потеряла рабочее место. Вот сейчас там работают другие люди. Конечно, мне этот объект очень нравился, в центре города. Но, как я сама человек оптимистичный, я никогда не падаю. Как психолог, как можете оценить тех людей, которые вводят эти санкции? Они-то наверняка рассчитывают на другое психологическое состояние тех людей, против кого они вводят. Ну, я думаю, что это люди вообще депрессивные, мое мнение такое. Это люди тяжелые психологически, потому что они, это не жизнелюбивые люди. Есть у Натальи и психологический портрет тех, кто инициирует. За ними ведь следила поначалу, но глаза открылись. Сама их система работы, само их поведение, оно совершенно отличается от слов. То есть слова – это одно, поведение – это второе, результат, который делает, проводится работа – это третье. Мне кажется, они даже сами не удовлетворены той работой, которая проводится. И они, может быть, даже не ожидали такого поворота событий после вот этих санкций. Потому что тяжелее жить стали не только в Белоруссии и России. Тяжелее люди стали жить по всему миру. Может быть, они даже сами не готовы были к такому повороту событий. Потому что очень много людей страдает от этого. А следите за деятельностью беглых наших за пределами страны? Раньше следила. Но сейчас, последний, наверное, год, я немножко больше в свои проблемы. Потому что точка у меня закрылась, работы нет. Поэтому я больше уделила внимание сейчас семье и своим вопросам, проблемам и дальше прогнозу своего бизнеса. То есть как мне дальше работать, на что поставить акцент, где снять помещение. И как дальше строить свою работу в этих тяжелых условиях, когда есть санкции. Как ее? Потому что она должна на 100% поменяться, чем это было раньше. Если раньше был пик, если раньше люди были более доверчивые, более такие жизнерадостные, то сейчас надо перестраивать свою работу. Надо как-то направлять ее по-другому. Поэтому мне сейчас некогда смотреть за тем, куда люди перемещаются, к чему они склонны, какая их проблема. Этого они явно не ожидали. Да, да. Я думаю, что они сами не ожидали такого поворота. Попадая на вашу территорию, кажется, что это такая выставочная зона. Но я так понимаю, что это не так. Ну, это просто кажется. В настоящее время наша техника простаивает. Наша вообще компания была организована в 2008 году. Она была создана для того, чтобы перевозить сжиженный углеводородный газ для потребностей стран ЕС, также Украины. В настоящее время перевозки газа приостановились, так как Европейским Союзом были введены санкции по отношению перевозчиков Республики Беларусь. И мы сейчас работаем с европейскими странами в режиме перецепа. Это что значит? Как это физически происходит? В режиме перецепа это значит, что на территорию стран ЕС мы не можем въехать как перевозчики. Мы на таможне передаем загруженные наши цистерны перевозчикам иностранного государства. Начинали с объемов перевозки в 2000 тонн сжиженного газа, а к 2020 выросли до 5000 тонн. В настоящее время ниже, чем когда-либо. Тысяча тонн сжиженного газа. Все автоцистерны европейского производства соответствуют нормам для перевозки опасного груза. Большая часть растаивает. Те, которые автоцистерны у нас есть с 2008 года, когда мы начинали эту всю деятельность, их срок эксплуатации заканчивается. То есть через 3-4 года от этих автоцистерн ничего не останется. Их эксплуатировать в другом каком-то виде перевозок запрещено. То есть они... Утилизируете? Да, их необходимо только утилизировать. Вот. От них останется только металлолом. В 2019-м приобрели 7 новых тягачей для перевозки. Хотели наращивать объемы. Заказы были, лизинговые платежи необходимо выплачивать ежемесячно. И так еще 2 года. В настоящее время осталось 30 водителей. То есть половина коллектива, водесостава пришлось уйти. Какие дальше видите перспективы и как можно наладить работу дальнейшую предприятия, чтобы хотя бы не в минус уходить? Ну, если страны ЕС не пойдут на открытие границ, единственное здесь необходимо, конечно, работать с Российской Федерацией. В данный момент Ассоциация международных перевозчиков и Минтранс разрабатывают меры по поддержке белорусских перевозчиков. Но хотелось бы, конечно, чтобы это происходило немножко быстрее. И чтобы Российская Федерация пошла на то, чтобы отменили по территории России каботажные перевозки. И отменили разрешительную систему выезд этих стран. А идут переговоры сейчас? Переговоры идут. С 20 июля Россия пошла на встречу, отменила категорийность по разрешительной системе. Ну и надеемся, что к концу года, может быть, и пойдут на встречу и отменили каботажные перевозки. А что касается вот этих санкций? Игра политиков затрагивает простых перевозчиков и тех же, кто газ поставляет простому народу. И в этой игре проигрывает конечный потребитель. Конечный потребитель. Понятно, что у вас прибыли куда меньше, но зима близко. Зима, да. Вот зима близко, поэтому еще будем смотреть, может быть, Европейский Союз и одумается, потому что газ, он нужен, он востребован, и от этого им никуда не деться. Николай Антонович, ну это дело вашей жизни. Да, да, я уже с 94-го года в этой фирме. Сейчас самый тяжелый период. Да, да. Мы постоянно хорошо работали. Даже вот в то время, после развала Советского Союза, у нас была нормальная работа. А теперь на две трети. А почему так происходит? Ну почему? Санкции наложены. Мы всю свою продукцию отправляли на экспорт. Финляндия, Германия, Чехия, Китай. Вот у нас наложили санкции, и все. И хозяин нам не разрешает. Мы могли бы в Китае поставлять насосы, но они не разрешают. Они в Германии хозяева. Все в Евродрайв предприятия под Минском выпускают редукторы. Начинали как советско-финское, сейчас полностью немецкое. Владелец – гражданин Германии. Как это возможно? Вот эти хозяева в Германии, которые вкладывали деньги сюда, и по сути их страны, их власти инициируют и вводят эти санкции. Как это вообще возможно? Я даже не знаю. Они вот, мы переехали в конце прошлого года. Смотрите, какой цех. Мы ютились на строймарше, там маленькая у нас была линия. Было тесно, а то здесь прекрасный цех построили. Потом наложили санкции. Я даже не представляю, что это. Но им же тоже тяжело. Мы же им поставляли. А сейчас кто им поставляет, они знают. Здесь, во-первых, газ дешевле, все дешевле. И рабочая сила даже дешевле. Я не знаю, чем они мотивируют, что санкции наложили. Ну, хочу я сказать, что этими санкциями они, наверное, вряд ли чего-нибудь добьются. Конечно, очень сложно перенастроиться, перестроиться на какое-то другое. Но все мы люди, все мы решаем, все мы хотим жить. Если бы компании «Сев Евродрайв» из Германии это было невыгодно, они бы не построили такой салат. Они рассчитывали. И вот если туда дальше посмотреть, вы можете увидеть, что там у нас еще есть территория, которую мы, собственник, не мы, а собственник хотел расширять вот это производство, еще точно такое же построить. А это новые рабочие места, белорусы, зарплаты, услуги, налоги, очевидение в страну? Конечно, безусловно. Безусловно. Мы работали 100% на экспорт, на поступление валютной выручки было. Сейчас этого всего нет. Но будем работать внутри Беларуси. Выбора нет. О том, что пока все им сообщили в марте, был звонок от владельца и официальное письмо. Станки остановили, людей отпустили, сейчас перешли на работу под заказ. Было сложно, но заказчиков ближе к лету нашли. Причем белорусских. Узнали о такой довольно-таки серьезной проблеме для тракторного завода. Это изготовление масляных шестеренчатых насосов, которые до этого изготавливала Украина гидросилокомпания. В Виннице находятся. Они прекратили все поставки. Мы разработали в течение буквально практически двух месяцев от начала, от принятия решения до изготовления опытных образцов. Прошло два месяца. В настоящий момент у нас проходит сертификация этих насосов. И Минский тракторный завод получил три насоса для проведения испытаний на собственных площадях. И кроме всего этого, очень достаточно много подобной продукции гидравлических насосов используется кроме тракторного завода в тех же КАМАЗах и других тракторах российского производства. Востребована продукция как производителями конечными, так и компаниями, которые продают запчасти. Для МТЗ готовы делать практически годовой заказ. Уже к середине сентября здесь закипит работа. Но это та работа, которую не хочется терять никому. Конечно. А кому хочется терять работу? Спросите у любого человека, кому хочется терять работу. Не будешь работать, а за что жить? А жить-то дорожает все. Не только у нас, у них тоже дорожает. Так что они сами себя загонят в угол. И потом, скорее всего, приползут и попросят. Дайте нам, давайте будем работать, дружить и помогать друг другу. Я так думаю. Потому что, не знаю, у них уже газ 3,5 тысячи. Это уму непостижимо. Так что пускай заканчивают свои санкции. Просят нас, мы им сделаем все.